Доброе время суток, дорогие товарищи сополчане и гости нашего проекта! Сегодня расскажу вам, как можно вести артиллерию в War Thunder к классу техники. САУ в реальности очень редко бьют по противнику прямой на лодке, и в большинстве случаев это были ошибки командиров. Артиллерийская установка работает в закрытой позиции и не видит цель как таковую. Давайте определимся с понятиями. Огуомер упрощенным языком наведение по горизонтали. Прицел максимальное и минимальное наведение орудия от нормальной корпуса. Проще говоря, наведение по вертикали. САУ в War Thunder можно разделить на три типа. Первый. Ствольная артиллерия. Это различные гаубицы, которые стреляют одиночным снарядом по цели и имеют долгую или среднюю перезарядку. Обычно из-за большого калибра снарядов. Второй тип. РСЗО. Это система залпового огня как установка в целом. Например, Холиопа, Катюша, Тайп 75 МРЛС и другие. Третий тип. Это минометы. Их у нас в игре пока нет. У них высокие углы вертикальной наводки и в зависимости от калибра скорострельность. Например, 2С9 Нон. У нее 120 мм миномет со скорострельностью 6-8 выстрелов в минуту. Давайте перейдем теперь к тому, как можно реализовать САУ в нашей игре. Что САУ должно получить особый класс техники. И получить возможность переходить как в режим прямой наводки, так и в режим закрытой позиции. Что это такое? Это режим, при котором артиллерия закрепляется на местности. Давайте разберем теперь две системы наведения артиллерии. Первая. Это при помощи БФЛА. Беспилотник. Когда ставят метку, на метке указывается прицел и угломер для артиллерии. Артиллерия входит в режим закрытой позиции. Вводит актуальный прицел и угломер. Дает выстрел. При помощи дрона можно также корректировать САУ. Второй способ. При разведке также будет указываться актуальный прицел и угломер. И также САУ переходится в режим закрытой позиции. И вводит прицел и угломер. Также можно реализовать сопряженную разведку. Это два легких танка разведывать одну и ту же цель. И если цель движется, то даются данные стрельбы для убеждения цели. Реем теперь к тому, почему данная система не будет имбалансна и нужна выхода. Во-первых, хотелось бы отметить, что таким образом можно выкурить крысу с его позиции. Или вообще уничтожить. Во-вторых, в подвижущие цели сложнее попасть. В-третьих, данная система будет способствовать развитию командной сыгранности и содействия. На этом пока что все. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok